Всем привет! Это фонд Бет Кубок России по футболу. Путь регионов и очередной пятый раунд. Матч, который пройдет на стадионе Локомотив, но в городе Саратове местный Сокол встречается с Уралом. Две команды, представляющие первую лигу, второй по силе отечественный дивизион. Ну и матч, в котором, опять же, многое переплетено. Ну и исторический, и индивидуальный, если мы берем конкретных футболистов. Обо всем мы об этом расскажем. Важная протокольная. Погнали! Матч пятого раунда. Фонд Бет Кубка России. Это команда Баги. Внимание! Атака Урала. Передача на ближнюю штангу. И вот он, голевой момент. 1-0. 1-0 забивает Илья Порохов. Ну вот и сдетонировала. Даже не штрафной, а аж во вратарской Сокола. Сокол, который не был фаворитом в этом матче, допускает несколько атак соперника, пропускает несколько атак соперника на первой минуте. И вот опять фланг, фланговая передача. И удар, который изначально мог оказаться голевым, но в итоге все это превратилось в передачу на Порохова, который забил. У этого гола особенное. Это, конечно, не в чистом виде удар ножницами, боковыми ножницами. Но все равно получилась красивая и атака Сокола. Чуть ли не первая в этом матче. Во всяком случае, доведенная до удара. Можно уже делиться. Скрытая передача на Бигфалви. Бигфалви бьет опасно. Включаются и саратовские болельщики. Вот так влепили Ишкову. Но, возможно, это станет предголевой передачей. Бигфалви. Опасный момент. Долго-долго Эрик. И все равно чуть было не забил. Но заработал угловой для команды. Да, вот это вынос. Продолжается игра. Бивеев под давлением. Снесли там Ишкова. Но через паузу останавливает игру арбитр. И, кстати, выписывает желтую карточку. Причем Порохов. Что же там Порохов такого сделал? Сначала казалось, что отталкивали Ишкова. Как пела одна замечательная группа. Бивеев. И долетает мяч до Порохова. Момент и гол. 2-0. 2-0. Второй мяч Екатеринбуржцев. Его автор Илья Ишков. Порохов. Гол плюс пас. Посмотрите, как работает этот правый фланг. Мингян Бивеев сделал уже 3-4, наверное, передачи за последние минуты. С этой самой правой бровкой. И да, может быть, не без рикошета. Екатеринбуржцы. Передача внешней стороной голеностопа. И Порохов ускоряется под углом. Порохов заглянул в штрафную. Порохов пьет. Долго не решался его встречать. Здесь защитник. Но все-таки выбросился. И заблокировал удар. По-моему, это был Никита Копленко. Который готов сыграть и в опорной зоне, и в центре обороны. Который играл за Оренбург, за Балтику. Подача. Еще один голевой момент. Вот по-настоящему голевой момент. И позиция была хороша у Мамина. И удар. И у них есть численное преимущество. Быстрее нужна передача. Что это за решение? Первой лиги Сокол. Саратов проиграл 0-5 торпед. 0-5. Голов. Еще и обладатели желтых карточек. Сделать передачу на Ермолина. Ну-ка, Ермолин. Выше ворот. Буз был крупным планом. Подача Ермолина на ближнюю штангу. И удар. Момент. Вышел в самую концовку. Внимание. Бигфаулин. Неудачно обработал. Подбор за Эриком. И в касание на Юпова. Ох, Аюпов мастер. Как красиво. А нам сильно и не надо. Звучит как рекламный слоган. Но главное, что получился самый красивый гол матча. Впрочем, матч еще не завершен. Вот видите, как получается. Это тоже маркер мастера. Я сейчас не об Аюпове, а об Бигфалве. Он только что неудачно обработал. Но опять же возвращает партнеру. И подача в центр штрафной. Момент. И все-таки гол. Но не было ли там офсайда. Давайте разбираться. Сокол забил. И правило бывших работает. Великая. Непоколебимая. Многим уже, я уверен, надоевшая. Но оно работает. И ничего ты с этим не сделаешь. Бывший игрок Сокол. Артем Максименко. Бывший игрок Урал. Артем Максименко. Забивает команде, который отдал полтора сезона. Давайте повтор. И вот такая попытка рядышком. Минут в РПЛ. Но это было поражение в Петербурге. 0-4. Внимание, момент. Еще один шанс у Порохова. А вот тут он, конечно, не справился. Мосин. Под себя убирает. Мосин слева бьет. Момент. Вынос. Тем же Мосином он не теряет. В остроте, в резкости. Проблем не разобраться. И разнообразные финты, неожиданные передачи. Но с каким счетом? Вот тоже вопрос. Но отрабатывает здесь. И все-таки нарушает правила. Причем на желтую карточку. Илья Порохов. А это желтая. Становится для него второй. И удаление. Слушайте, ну красавец. Вот это... Здесь, наверное, Арапова хвалить не будем за такой выход. Но в итоге Урал дожимает соперник. Ну как вот, да терпел. 3-1. 3-1. Екатеринбуржцы двигаются дальше. Продолжение следует... Спасибо.